Как часто казахстанцам встречаются фальшивые деньги? Больше 40% населения могут распознать подделку, как говорится, на ощупь. Такие данные в своем исследовании приводит Национальный банк. Его изучил мой коллега Дениар Даутов. Обо всем подробнее курс дня. Дениар Даутов Дениар Даутов С 360 до 480 тенге за доллар. В таком коридоре будет находиться курс в этом году. Так считает член управляющего совета Ассоциации миноритарных акционеров Казахстана Дмитрий Сочин. Прошлый год для национальной валюты был удачным, отмечает эксперт. С этим же настроением она перешла и в 2023. Впервые за долгое время сложился положительный текущий счет. Главное держать под контролем инфляцию. Она напрямую влияет на покупательскую способность валют. Если, в принципе, все эти вещи будут под контролем, в каких-то заданных рамках, то ничего экстраординарного с национальной валютой произойти не должно. Конечно же, если будут плохие новости на рынке нефти, то есть если она будет опять торговаться ниже 60-50 долларов за баррель, это уже больно немного для тенге. Или инфляция будет выходить из-под контроля. Это все плохие факторы. Ну, вроде вот пока как есть, у нас все хорошо. Практически каждый второй казахстанец, практикующий онлайн-шоппинг, покупает в интернете продукты. За 9 месяцев прошлого года по подсчетам Ранкин Кейзет через сеть было проведено около 4 миллиардов платежных транзакций. Это на 34% больше показателей 2021 года. На первом месте в рейтинге самых популярных онлайн-покупок среди казахстанцев – это одежда, обувь и спортивные товары. 48% пользователей удобно заказывать с надом продукты. Кроме этого, через свои мобильные устройства население часто покупает лекарственные препараты, косметику, книги и фильмы. 41% казахстанцев на ощупь отличает фальшивую банкноту от настоящей. 20% населения распознают фальшивые деньги по водяному знаку, чуть меньше по защитной нити. Это данные из социологического исследования Национального банка о перспективах использования наличных денег. В нем приняли участие около 10 тысяч человек. В одном из блоков исследования респонденты отвечали на вопросы, касающиеся качества и подлинности банкнот. Большой части из них никогда не встречались поддельные деньги. При этом 53% респондентов проверяют, не фальшивые ли банкноты они держат в руках. Стоимость биткоина поднялась выше 23 тысяч долларов за монету впервые с конца августа прошлого года. За цифровым золотом в цене растут и другие криптовалюты. Курс эфириум поднялся на 0,3%, достигнув почти 2 тысяч долларов. Это произошло вопреки заявлению одной из крупных криптобиш о банкротстве. В то время как после краха FTX биткоин обвалился на 23% до 16 тысяч долларов. Еще там пару лет назад говорили, что биткоин является гарантией от инфляции. Никакой он гарантией не является. Криптовалюты, более того, если посмотреть на их поведение, криптовалют, они потеряли существенно больше, чем фондовый рынок. Когда ты не понимаешь, что за этим стоит, и ты не понимаешь, с чем имеешь дело, тогда нет смысла инвестировать. Свой обзор завершаю последними данными по курсу валют и итогам торгов на казахстанской фондовой бирже. Все появится на ваших экранах. На фоне общерыночного повышения риска петита индекс КАСЕ продемонстрировал умеренный рост. Как отмечают в Ассоциации финансистов, инвесторы, вероятно, совершали покупки в ожидании сильных данных о результатах голубых фишек по итогам 2022 года. Напомню, что на этой неделе будут опубликованы отчеты КАЗ Трансойла и КАЗа Тампрома. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.